Астана Юра, добрый вечер. Такой вопрос. Многие журналисты, специалисты в Казахстане считают, что выступление Астаны, все-таки Астана сейчас более готова к Лиге Европы. То, что команда продолжит выступление во втором по ранжиру турнире, это лучше со всех точек зрения. Какое мнение у вас на этот счет? Спасибо за вопрос. Я думаю, что, конечно, хочется играть в турнире рангов выше. Но если мы попали в этот турнир, то мы все равно этого достойны. С каждым годом Астана прибавляет и хочет с каждым годом добиваться все более и более хороших результатов и высот. Поэтому будем стремиться играть лучше. Как вы думаете, какой тип футбола вы будете играть и что вы ожидаете от Виареал? Я думаю, что Виареал играет дома и будет играть в атакующий футбол. А нам надо сыграть очень организованно во всех компонентах и добиться положительного результата для нас. Что вас беспокоит по поводу Виареал? Если вы знаете какого игрока, который вам доставит больше тревоги, больше беспокойства? Я не хотел бы никого персонализировать, поэтому это отличная команда. Но мы готовимся, поэтому я не знаю. Думаю, все будет хорошо у нас. В 4 лет вы играли в Виареал и Астана. Не знаю, если ты был в 4 лет. Если нет, то мы не заметим, что Астана будет crescendo каждый год. Особенно в Европе. Каждый раз вы приходите более далеко. Каждый раз мы говорим, что это уже в этой руке. Вы заметили этот изменение в эти 4 лет? Астана – это лучшее equipo, чем в 4 лет? 4 года назад вы уже играли в Виареаль. И мы видим, что Астана растет с каждым разом. Она идет больше и уже выше уровень ее. Вы чувствуете, какая есть разница? 4 года назад у меня не было в команде, поэтому мне тяжело комментировать тот матч. Но я думаю, из года в год Астана прибавляет. Я очень рад, что Астана возвращается в Виареал. Я думаю, игра 3 года назад, не 4, 3 года и несколько дней назад Виареал Астана был поставлен на начало дорога, по которой показала нам путь, дорога, по которой надо идти. Я думаю, мы за этот период 3 года хорошо учили свои уроки. Надеюсь, что завтра мы будем показать самое лучшее лицо Астану и вообще казахстанского футбола. Тоже отчитываем, что Виареал всегда в последние годы одна от самой сильной команды в Испании. Да, мы даем нужное уважение. Но вот никто Астана нельзя вечно боится. Я думаю, что в последнее время точный комментарий. Я вам сказал, что мне нужны игроки, которые будут играть за Астану. Все другое за меня неприемлемо. Нам нужны игроки, которые будут помогать команду в Иград и футболисты в Ирсе. Все другие вещи, даже там читал я тоже, что писал, я чуть-чуть не заплакал. Знаете, у меня, честно, жалости не появятся. Работаешь, все нормально, выиграем, проиграем. Когда все вместе бьемся, тогда можно и проиграем, можно и выиграем. Важно, будешь с командой и будешь помогать команде. Другие вещи меня не интересуют. Чак-то столько меня жалости не появляется. Если бы его жалости давно было закончено с футбол и с тренерством. Санимир, еще один вопрос. Только что вы сказали, что вам приятно через три года возвращаться в Вильяриал. Тогда вы только возглавили Астану. Потом были успехи в Лиге чемпионов. Уже третий год подряд в группе играем. Как думаете, в течение трех лет намного, насколько Астана стала сильнее? И как Вильяриал стал сильнее или слабее? Отношение в процентах или как там? Развитие клуба. Я надеюсь, что за эти три года Астана вырастила. Тоже футболисты, мы добили больше уверенности, больше поверили в свои силы и качества. Я думаю, мои футболисты хорошие качества. Только надо показать все это на поле. Сколько до Вильяриал, я думаю, что невозможно на этот этап больше растет от Вильяриал. Вильяриал в момента находится на пятая позиция. Каждая минимум, каждая пятая позиция в чемпионат Испания. А там, как знаете, первые три-четыре всегда заняты. Барселона, Реал, Атлетико, Севиля. Если пятая, они как чемпионов. Так же тяжело будет за Вильяриал вырастить. У них очень сложная задача. Попасть на четвертое или на третье место в чемпионат Испании. Просто я думаю, на этот этап невозможно. Там просто команды такие. Так же пятое место за Вильяриал можно считаться как чемпионство за них. Станимир, сегодня в пресс-конференции главный тренер, ваш коллега Эскриба, сказал, что он знает Астану, но не исключал, что может потерять очки, сыграть ничью или проиграть. Исключая то, что Вильяриал плохо стартанул, две поражения, в трех матчах всего три гола забили они. Еще он сказал сегодня, что два-три основных игрока пропускают, еще двое-трое под вопросом. Это нам плюс, что мы можем надеяться на положительный хороший результат в завтрашнем матче. Уровни, которые показали Вильяриал в первой кругу, я думаю, меня лично понравился футбол, который играет. В футболе бывают и поражения, и победы. Так же чуть-чуть не повезло. Но если у Вильяриал есть проблема, скажем, что у них есть проблема, значит у нас все по двойной проблеме. Мы надо думать на свои игры, да, мы попробуем, если можем. Мы надо играть в свой футбол, который всегда играем, и ответственно и в две фазы игры, в атаках от барона нельзя отказаться ни от атак, ни от барона. А если получится хороший результат, все будет отлично. Ну, первое, самое важное, подходим уверенно на поле, как всегда играет в Астану. Станимир, такой вопрос. Сборная Казахстана, к сожалению, играет крайне неудачно, проигрывает матч за матчем. Астана, единственная казахстанская команда, которая представляет страну, и в настоящее время, наверное, именно Астана это лицо всего футбола Казахстана. Накладывает ли это какую-то дополнительную ответственность на команду, на вас? Ну, знаете, не мой проблем или я не буду решать проблема в сборной Казахстана. Лично я верю в мои игроки, в мои игроки специально, когда играют за Астану, часто и в Европе, и в чемпионате показали свои уровни. Завтра тоже много от них будет на поле, и они сами покажут свой класс. Так же, это две разные турниры, но наши футболисты тоже завтра попробуют покажать самые хорошие, которые есть, потому что они тоже не любят проигрывать. Не может, Астана играет в Европу, и в группу ВО, и в чемпионство, и каждый раз при игре в сборной футболисты тоже у них есть такой футбольный зло. Я думаю, завтра они на поле это покажут. Я уверен в это. Но я всегда верю в моим футболистам. Не думаю, что один, два или три футболиста можно решить проблему команды. Нужно на поле, всех будет. Когда один, тогда можем решать любые проблемы. За это я всегда поставлю первые дисциплины организации. За это был вопрос раньше, который задавал пока Волангу, за это сейчас он стоит в Астане. Станимир, опять возвращаясь к матчам сборной в составе Астаны, целая группа футболистов принимала участие в отборочных матчах чемпионата мира. Очевидно, что ребята вернулись морально опустошенными. Насколько сложно настроить сборников после подобных матчей на продолжение борьбы в клубных турнирах? У меня всегда были, я опять повторюсь, были разные вещи, сборных и клубных. Мои футболисты тоже, я думаю, отличные профессионалы. Они знают, что сборная одна, клуб другая. Я вам говорю, у них тоже футбольная взлоза, так же меня не нужно много настраивать. Сразу после домашней игры против Атирау сборники, они поменяли, можно так скажем, по тайму близко. Показали, что они готовы биться за стану и показали отличные уровни. Так же я даже не за секунду не переживаю за мои сборники. Завтра, я думаю, всех будет на поле и покажет, что казахстанский футбол стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.